Ола, амигос, на связи Матвей. Я, как автор единственного и самого крупного канала по Fortnite Mobile во всем СНГ, да и как достаточно опытный игрок, в этом видео хочу ответить на один очень интересный вопрос. Сложно ли играть в Fortnite на своем обычном телефоне? Ребята, которые только начали играть в мобильный Fortnite, да и другие игроки из других платформ, часто задают мне этот вопрос, поэтому я и решил записать данный ролик. И да, скажу сразу, что я не воровал это видео у Типси, потому что, во-первых, я имею полное право записывать это видео, так как лучше всех на Ютубе шарю за тему Fortnite Mobile, ну и, во-вторых, я смотрел то видео и, честно говоря, его содержание не очень сильно соответствует его названию. Но не бойтесь, ведь в этом ролике я раскрою тему Fortnite Mobile максимально доступно, чтобы каждый из вас смог все понять. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель, если ты здесь впервые и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку на этот канал, потому что в наши дни сообщество мобильного Fortnite постепенно умирает, и только ты своей подпиской сможешь это остановить. Также обязательно поддерживай наше сообщество в ежедневном магазине Fortnite, тега Automotive Car смело води и покупай исключительно с ним. Также не забывайте про прямую финансовую поддержку нашего сообщества через Donation Alert, ссылочка в описании и в той же ссылочке написаны все привилегии, которые вам дает ваш донат. Ну а также вот первые три комментарии, которые вы оставили под последним видео на канале. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки расскажу, насколько сложно профессионально играть в Fortnite на обычном телефоне. Сейчас вы узнаете всю правду про Fortnite Mobile. Ну, во-первых, давайте разберемся, почему вы должны слушать именно меня. В Fortnite я начал играть с седьмого сезона первой главы, а конкретно в мобильную версию этой игры я начал играть с восьмого сезона той же первой главы. Сначала я играл с управлением всего лишь в два пальца, потом в три, потом в четыре, ну и вот под конец двадцатого года решил перейти на раскладку в целых шесть пальцев. Может, я и не играю идеально, но даже тот факт, что в своей игре я комбинирую целых шесть пальцев, при этом играя не на планшете, а на обычном телефоне много о чем говорит. Если вам все-таки интересно посмотреть на мой прогресс игры в Fortnite Mobile за два года, то обязательно посмотрите это видео по подсказочке в правом верхнем углу. Там вы можете наглядно посмотреть на то, как со временем моя игра менялась. Ну, а для того, чтобы поподробнее узнать, как я додумался играть в Fortnite Mobile на своем телефоне с управлением в шесть пальцев, можете посмотреть специальный плейлист по подсказочке в правом верхнем углу, который состоит из четырех видео. В них я поэтапно рассказываю о своем управлении. Во-первых, как я до него додумался. Во-вторых, мой прогресс игры с этим управлением за две недели, за один месяц и за два месяца вышло, честно говоря, очень интересно. Если ты хочешь профессионально играть в мобильный Fortnite, то это видео, как и все вышеперечисленные, я уверен, смогут тебе помочь. Ну, а теперь давайте вернемся к теме этого ролика. Сложно ли играть в Fortnite на телефоне? Честно говоря, это зависит от того, какой ты сам по себе игрок. Если всю твою жизнь у тебя не было нормального компьютера или консоли, на которой ты бы мог играть в нормальные игры, скорее всего, ты бы играл в какие-нибудь мобильные игры. И за это время, пока ты в них играл, ты, скорее всего, уже привык к сенсору своего телефона, да и вообще к общей механике мобильных шутеров. В таком случае, играть в Fortnite на телефоне тебе будет достаточно легко. По крайней мере, легче, чем играть на том же самом компьютере или консоли. Потому что лично так было у меня, сколько я себя помню, у меня никогда не было доступа к нормальному компьютеру и тем более к консоли. Поэтому я только постоянно играл в мобильные игры. И когда я начал играть в Fortnite, то играть в Fortnite на телефоне у меня получалось намного лучше, чем на той же самой PS4. Ну а если, допустим, вы играли в игры только на своем компьютере или на своей консоли, то освоиться в мобильном Fortnite вам будет достаточно сложно. Здесь главную роль играет банальное ощущение сенсорной игры. Второй немаловажный фактор сложности игры в мобильный Fortnite является количество FPS. Скорее всего, вы смотрите это видео с телефона, который в Fortnite поддерживает максимум 30 FPS. И ни для кого не секрет, что играть в любую игру с низким FPS вызывает много трудностей и большой дискомфорт. К счастью, я не страдаю от такой проблемы, потому что я играю на телефоне под названием Honor 20 View, где присутствует официальная поддержка 60 кадров в секунду в Fortnite Mobile. Поэтому мне и не так сложно играть в эту игру. Конечно, на этом канале вы можете найти кучу способов по поднятию FPS в Fortnite Mobile. Но даже если сопоставить мобильного игрока в 60 FPS и какого-нибудь киберспортсмена на компьютере в 240 FPS, сразу становится понятно, кому здесь легче, а кому сложнее. Третий фактор является именно средой вашей игры. Сейчас объясню. Допустим, играть один на один в Fortnite мобильному игроку против того же мобильного игрока будет намного легче, чем играть против того же самого ПК-шера и, допустим, консольщика. Но проблема в том, что на данный момент в Fortnite официально не существует мобильных серверов. То есть вы играете хоть паблик, хоть арену, хоть командную потасовку, ваши противники будут мультиплатформенные. То есть кто-то будет против вас играть на компьютере, кто-то на консоли, ну и так далее. В любом случае, это сильно усложняет игру даже самому профессиональному игроку Fortnite Mobile. Ну и последняя сложность Fortnite Mobile, которую я вам хочу разъяснить, является ваше управление в игре и в дальнейшем его освоение. Дело в том, что главное отличие Fortnite на телефоне от других платформ является уникальное управление. Ведь, допустим, консольщик или ПК-игрок может играть профессионально в Fortnite Mobile спокойно со стандартным управлением, которое у него установлено. Но в мобильном Fortnite со стандартным управлением вы далеко не уйдете. Поэтому вам придется его модифицировать и использовать больше пальцев в своей игре. И самая главная проблема в том, что в Fortnite Mobile нет самого крутого управления в игре. Ведь каждая раскладка каждого игрока в мобильный Fortnite по-своему уникальна. Допустим, я считаю свою раскладку профессиональной, но если ее попробует какой-нибудь другой профессиональный игрок в Fortnite Mobile, она ему может просто не подойти. Да и наоборот, раскладка другого человека, который лучше меня играет в Fortnite Mobile, может оказаться мне какой-то неудобной, странной и совсем не профессиональной, просто потому что она мне не подходит. В этом и заключается главная сложность игры в Fortnite Mobile. Никто не может сказать, какая самая профессиональная раскладка в мобильном Fortnite, это можете решить исключительно только вы. Ну и для настройки своего идеального управления в Fortnite Mobile требуется достаточно много усилий и достаточно немало времени. Первый вариант модификации вашего управления никогда не будет вечно, вы будете постоянно что-то добавлять, что-то убирать, какие-то кнопки увеличивать, какие-то уменьшать и тому подобное. Ну и конечно же, немало времени займет освоение вашего управления. Ведь для того, чтобы воистине хорошо играть в Fortnite Mobile со своим управлением, вы должны его освоить на все 100. Допустим, если вы посмотрите мою серию видео про мое управление в Fortnite Mobile 6 пальцев, вы заметите, что мое управление особо не менялось, но при этом играть я начинаю все лучше и лучше. Потому что со временем игры с этим управлением я постепенно его осваиваю. Спустя более полугода я очень хорошо импровнулся и стал играть с этим управлением, практически ничего в нем не меняя, намного лучше. И даже несмотря на то, что и сейчас я играю достаточно хорошо, я на все 100% уверен, что через один месяц я стану играть еще лучше прежнего. Но тут возникает вопрос, как понять, что твое управление максимально идеально для тебя и улучшать его больше не надо? Оно попросту должно отвечать на все функции, на которые отвечает то же самое управление, Fortnite на компьютере или консоли, но это уже совсем другая тема. Ну а вам огромное спасибо за просмотр этого видео, особенно если вы его досмотрели до самого конца, потому что над его созданием мне пришлось поработать достаточно усердно. Написать сценарий, чтобы максимально доступно объяснить вам все сложности и нюансы игры в мобильный Fortnite. Дорогие мобильные игроки, делитесь своими сложностями игры в Fortnite Mobile, ну а новички или игроки с других платформ, также пишите свои вопросы в комментариях, если они у вас все-таки остались. Постараюсь ответить на самые интересные. Обязательно ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на канал, чекайте другие ролики, ну и по традиции с вами как всегда был Матвей, hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok